МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы возглавляете достаточно значимое структурное подразделение администрации Симферополя, департамент развития экономического потенциала территории, муниципального заказа. Для того, чтобы нашим зрителям сразу было понятно, расскажите об основных направлениях деятельности работы вашего департамента. Во-первых, я вам благодарна за то, что вы пригласили меня сегодня на эту нашу беседу. Да, вы правы, наш департамент достаточно имеет весомое значение в деятельности администрации, поскольку мы реализуем такие важные направления, как муниципальные программы, мы реализуем инвестиционную политику в городе. Также департамент является уполномоченным учреждением в проведении закупок, что немаловажно в нашем, скажем так, городе, поскольку объем денежных средств, выделяемых на закупки, достаточно большой, и проведение закупок, а также результат их, он важен. Также мы занимаемся еще деятельностью муниципальных унитарных предприятий города. Департамент состоит на сегодняшний день из трех управлений и одного сектора. Управление – это первое, это экономическое управление, которое как раз-таки занимается реализацией муниципальных программ, сопровождает деятельность МУПов, а также занимается инвестиционной политикой. Управление закупок – мы занимаемся, опять же, я уже повторюсь, закупками в рамках 44-го федерального закона. Также мы являемся уполномоченным органом для проведения торгов в сфере рекламы, НТО и ярмарок. И юридическое управление – это, опять же, сопровождение закупок, деятельности департамента, ну и другая сфера, которая впадает в поле деятельности нашего департамента. Сектор аналитики, который, в свою очередь, опять же, далеко не уходит от закупок, как он связан с управлением закупочным, ввиду того, что нам постоянно необходимо знать аналитику, насколько экономия по торгам, какая там в периоды, какая потребность на рынке, опять же, цены и так далее. То есть объем достаточно широкий работы, ну это так вкратце, чем мы занимаемся. Достаточно много направлений, очень много перечислили. В минувшем году, да, ваш департамент, департамент развития экономического потенциала территории и муниципального заказа администрации Симферополя получил награду. Я вижу, награду вы принесли. Расскажите, что это за награда? Вы ее получили, насколько я знаю, за какие-то успехи в сфере закупок, да, именно? Да, это очень большая гордость для нас, потому что в первый раз город Симферополь удостоился такой высокой награды, как гарантированный уровень прозрачности закупок. Этот рейтинг проводится независимой организацией по всей России. И в этом году мы приняли участие в этом конкурсе более 600 городов Российской Федерации. И Симферополь попал в десятку лучших. То есть это именно этот диплом, да? Вот этот сертификат, да, в котором написано, что муниципальное образование городской округ Симферополь имеет гарантированную прозрачность в закупках. Нам также вручили такой кубок красивый. Вот это, ну, большая честь, потому что Симферополь... Еще раз покажите, пожалуйста, да. С 17-го года принимает участие в данном рейтинге, но только в этом году, благодаря работе сотрудников, благодаря работе департамента, нам удалось получить... Ну, это достаточно весомая награда, потому что это говорит о том, что закупки у нас проводятся в рамках закона, нарушений практически нет. Хочу отметить также, что, значит, по сравнению с 2019 годом обращение жалоб ФАС упало на 47% в этом году, вернее, уже не в этом, в 2000 году, по сравнению с 2019, ну, фактически в два раза. То есть это говорит о многом, значит, закупки у нас проходят в русле закона. Кимуля, вы сказали, что среди 600 городов, да? Более 600 городов, да, и мы попали в десятку лучших. Вот тоже давайте коснемся закупок. Вообще, каким образом сегодня проходят эти закупочные процедуры в Симферополе, и какую роль в данном процессе играет муниципальное казенное учреждение, именно ваш департамент, департамент развития экономического потенциала территории и муниципального заказа? Наш департамент определен уполномоченной организацией по проведению закупок торгов, ну, торгов имеется в виду, что касается НТО, рекламы и всего остального. Для чего это сделано? Для централизации закупок, для того, чтобы все заказчики, которых у нас в муниципальном образовании на сегодняшний день 175, это и структуры администрации, и школы, и сады, да, которые являются также нашими подведами, не проводили закупки самостоятельно. К чему приводит самостоятельное проведение? Это неэкономное, неэффективное использование бюджетных средств, да. Централизация, которая как раз-таки у нас интегрирована, привела к тому, что у нас значительная экономия бюджетных средств. С этой экономией мы можем провести дополнительные какие-то мероприятия, дополнительные закупки в рамках уже, получается, ну, сэкономленных этих средств, да, которые удалось... То есть сэкономленные средства позволяют их направить на какие-то другие тоже первоочередные мероприятия? Да, которых, допустим, не были запланированы в бюджете до этого, да, поскольку, ну, скажем, высвобождение средств происходит, мы можем провести дополнительные новые закупки. Опять же, это уводит от коррупционных составляющих, да, поскольку комиссия, которая проводит саму процедуру, она никак не связана с заказчиком. Соответственно, к чему и привело вот это вот награждение, да, прозрачность закупок в полной сфере. Расскажите об этой комиссии, кто туда входит, что это за комиссия, позволяющая все делать, ну, прозрачно, открыто. Смотрите, получается, по каждому направлению, да, ведь закупок очень много. Мы говорим о том, что мы проводим и капитальные, закупки капитальных ремонтов, да, и капитального строительства. Мы проводим закупки продуктов питания, мы проводим организацию питания для школ, мы проводим там закупку той же сантехники, ручек и всего остального, да. И когда заказчик нам готовит свою документацию, передает, мы формируем внутри департамента свою комиссию, которая состоит в большей степени из представителей департамента. И, как правило, один член комиссии является представителем заказчика. Для того, чтобы, ну, как бы понимание тоже у них было, что они видят в своих заявках, не в своих заявках участников, потенциальных победителей. Вот. Комиссия работает в рамках 44-го ФЗ, рассматривает заявки и выбирает лучшего по закону, и дальше выбирается победитель на торгах уже в электронной форме. Закупки проводятся достаточно открыто, и мы знаем, что наши жители города достаточно осведомлены, что покупается, это всегда можно посмотреть, да, на сайте и так далее. Вот отсюда вопрос, как проводятся закупочные процедуры малого объема и у единственного поставщика? На сегодняшний день в городе реализуется такой проект, как электронный магазин, да, это цифровая площадка, которая с 2017 года у нас введена в городе, и все закупки малого объема до 600 тысяч заказчики могут проводить в электронной форме. Это также хорошо, почему? Потому что мы уходим, да, от бумажных договоров. Наверное, длительность и процедуры тоже, да? Длительность в том числе, но в чем преимущество? То есть точно так же можно отслеживать, да, мы можем отслеживать, с кем, на каких, скажем так, контрактных условиях заключаются договора, с кем, есть ли там, опять же, коррупционные составляющие. То есть это чем удобно, да, в основном закупки малого объема, они всегда уходили в тень. Сейчас они достаточно большую часть занимают в денежном выражении, да, общего с ГОСа. С ГОСа – это совокупный годовой объем закупок. Мы сейчас видим прозрачность. Благодаря этому электронному магазину мы можем отслеживать, мы можем видеть. И опять же, это удобно и для поставщика, и для заказчика, потому что заказчик размещает в этом электронном магазине свою потребность и любой потенциальный участник может выйти и сделать свое предложение. Ну и оказать услугу, либо поставить товар. Закупки, вы еще говорили про закупки поед-поставщику, да, это вот в данном году, в 2020 году было принято решение для Республики Крым внедрить такое, как бы, ну, я считаю, это хорошая, хорошая практика. Статья 112-44 ФЗ, 67-й пункт, нам дает возможность заключить контракты, не ограниченные по лимитам, с ИЕД-поставщиком. Ну, опять же, согласие главы Республики. Также мы, наш департамент является уполномоченным органом для проведения этих закупок для нашего муниципалитета. На сегодняшний день проведено уже более 70 процедур. Общая сумма около 1 миллиарда рублей. В основном это капитальные строительства, капитальные ремонты, в том числе и дороги, и сады, и вот все, что сейчас в таком масштабе реализуется. Те же московские деньги, дворовые территории, да, это все было в рамках единственного поставщика. То есть все наши дворовые территории, общественные территории, да, вот это соглашение между правительством Москвы и Советом министров, да, все реализуется вот именно в таком режиме. Да, все большие и срочные контракты, которые, скажем так, не имеют возможности по времени проводиться по конкурентной процедуре, да, то есть выставление на торги и так далее. Мы понимаем, что эта процедура занимает достаточно большой период времени. И потом спалкиваешься с проблемой, это все сдачи, да, объектов и так далее. Да, опять же, недобросовестные подрядчики и так далее. Здесь есть возможность выбрать подрядчиков комиссия, опять же, да, сформирована комиссия, которая состоит из первого, председателем комиссии является первый замглавы администрации, дальше его заместителем является курирующий зам по направлению закупки, да. Я вхожу как руководитель департамента, да, у полномоченной организации в данную комиссию, руководитель заказчика и секретарь комиссии также является представителем моего департамента. Хочу отметить, что все равно, несмотря на то, что процедура называется по единственному поставщику, да, мы все равно у себя определили, что мы эту процедуру вывешиваем, она висит на сайте Совета министров 5 дней, да, и любой желающий может подать документы на участие в данной процедуре. Поэтому у нас редко бывает такое, что процедура проходит там с одним участником. Как правило, документы на участие подают несколько, ну, участников, да, предприятий, участников, и, соответственно, комиссия выбирает наилучшего, который может оказать данную услугу, работу. Вопрос инвестиций для любого города, да, для любой республики актуален. Мы, наша съемочная группа вышла в город Симферополь, мы поинтересовались у наших жителей, куда они считают необходимо, надо инвестировать какие-то средства. Давайте посмотрим наш материал. В жилищно-коммунальную сферу, ведь, в принципе, вся молодежь, вот, ваш возраст и прочее, не сегодня-завтра замуж выходишь, жилья нет. Как бы достраивать школы, там, все дела, там, занятия, там, танцы, музыкалка и так далее и тому подобное. Вкладывать кафе, какое-нибудь, прям, такое сделать для того, чтобы, вот, именно люди просто видели смысл того, что просто приходили и радовались, просто получали массу удовольствия. Ну, еще сферу, грубо говоря, товары какие-нибудь такие, которые не требуют особого спроса, но они интересны очень сильно. В образование, когда будут образованные детки наши, то будет культура и будет все. Надо деньги вкладывать. Наша молодежь сейчас такая, грамотные такие, хорошие, красивые, вот, и пусть учатся бесплатно. Я думаю, что в дороги надо вкладываться и в образование, потому что народ с технологиями, которые сейчас идут вперед, тупеет, извиняюсь. Вот, поэтому, ну, образование, дороги, ну, транспорт тоже нужно развивать. Это очень важная часть нашей жизни. Да, надо обязательно вкладывать деньги в развитие нашего города, и чем больше их вкладывать, тем лучше. И в первую очередь, конечно, надо вкладывать их в развитие культуры, потому что именно с развития, именно недостаток культуры в нашем обществе, он приводит просто к чудовищным последствиям, я считаю. Ну, первое, естественно, образование. Потому что образование, с моей точки зрения, как профессионала, находится в кризисном состоянии. И, к сожалению, несмотря на то, что образование определяет будущее, ему не уделяют достаточное внимание. Оборудование школ ниже всякого плинтуса. Второй момент, конечно, играет роль среда, архитектура, потому что мы живем, если вокруг, как говорят, все красиво, все в порядке, то и нам комфортно, удобно, спокойно. Не случайно, Федор Михайлович Зостоевский говорил, красота спасет мир. Вот мы посмотрели мнение жителей, конечно, они отдаленно понимают, что такое инвестиции, ну, все-таки, в каких направлениях сегодня развивается инвестиционная политика города Симферополя? Хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить наших жителей за то, что они так активно отвечают на вопросы, интересуются и действительно, ну, понятно, что для любого неравнодушного жителя вопрос инвестиций, он достаточно-таки важный, да. Вот, но хотелось бы сразу отметить, что Симферополь является одним из приоритетных направлений по инвестициям в Республики Крым. Ну, в первую очередь, это экономические показатели Симферополя, которые находятся на высоком уровне, плюс это инфраструктура, поскольку мы находимся в самом центре, да, географическое наше положение. Ну, и столица сама по себе, столица всегда является в приоритете. На сегодняшний день в муниципальном образовании реализуются 36 инвестиционных проектов. В 2000 году было заключено 5 соглашений и инвестировано денег в размере более 400 миллионов рублей. Что дают нам инвест-проекты? В первую очередь, это, смотрите, вот если так вот разложить, да, как мы рассматриваем, это привлечение рабочих мест, да, то есть мы понимаем, что инвестор заходит, он может реализовать какой-то хороший проект, да, для города, то ли торговый, то ли там логистический, еще какой-то. И мы привлекаем рабочие места дополнительные, да, реализуем. То есть создание дополнительных рабочих мест именно жителей города. Помимо этого, значит, мы понимаем, что это будут платиться налоги, да, налоги с хорошего крупного предприятия, которое будет работать в городе, это тоже дополнительный бюджет в город. Также мы понимаем, что если это, кстати, основным направлением в инвестициях на сегодняшний день является это жилые застройки, да, то есть то, что мы видим сейчас вот строится. Строительство жилья, да? Да, то, что строится в городе, это как раз-таки и есть реализация инвестиционных проектов. И город получает в рамках соцоглашений бесплатное жилье. Помимо того, что это привлечение рабочих мест, налоги, еще и городу инвестор передает жилые помещения для того, чтобы мы потом могли их передать либо детям-сиротам, либо нуждающимся, переселенцам и так далее. То есть большой объем на сегодняшний день, основной вал идет именно в жилищную сферу. Вот какие еще проекты, может быть, направленные на достижение каких-то социально-экономических достижений, сегодня реализуются в Симферополе? Ну, смотрите, если разбирать вот их все по частям, их достаточно много. Ну, мы знаем о том, что есть и оздоровительные мероприятия, которые направлены на спортивную деятельность, направленность. То есть Нельсон есть такой у нас инвестор, который на, если я не ошибаюсь, улица Грузовская реализует там сейчас уже построенные корты теннисные. У них в перспективе еще реализация мини-аквапарка для горожан. Ну, в общем, это будет рекреационная инфраструктура в городе, которая необходима, потому что все равно где-то надо отдыхать, куда-то надо ходить. Вот. Большую часть тоже нашего инвестиционного направления занимает торгово-логистическое направление. То есть все базы, которые находятся в районе Кубанской, да, где там стойматериалы, да, мы знаем, какие-то базы там, ну как это, промышленных, промышленных, да, да, да. Вот это вот все, это вот все в рамках инвест-проектов реализуется. Вот я так понимаю, что вся работа администрации во многом построена на реализации тех или иных муниципальных программ, да, у вас все регламентировано строго. Какие муниципальные программы, может быть, основные, потому что, наверное, о всех нам не хватит времени поговорить, сегодня реализуются на территории Симферополя? Ну, начнем с того, что в мае 2018 года президентом Российской Федерации были определены основные социально-экономические направления Российской Федерации до 2024 года. В рамках этих основных направлений в Симферополе реализуются такие национальные проекты, как демография, образование, безопасные и качественные дороги, жилье, городская среда, федеральная целевая программа развития социально-экономического, вернее, социально-экономическое развитие Республики Крым и города Симфероп, ой, Севастополя до 2024 года, адресно-республиканская программа. И в рамках всех вот этих национальных проектов, ФЦП, РАИП, уже, соответственно, опускаемся на муниципалитет, реализуются в 2021 году 19 муниципальных программ. Все они связаны с вот этими глобальными национальными проектами. Значит, в рамках всех этих программ строятся детские сады, дороги, ремонтируются, строятся, да, спортивные площадки, детские площадки, покупаются квартиры детям, сиротам и переселенцам. Все мероприятия, все денежные средства, которые реализуются в муниципальном образовании город Симферополь, проходят через эти 19 муниципальных программ. Хотелось бы отметить, что достижения в 2020 году достаточно большие, они практически полностью выполнены. Небольшое отставание там на несколько процентов у нас есть, но сейчас мы город наверстается в начале года. И мы закроемся полностью. Будет в 2021 году реализовано, если я не ошибаюсь, 24 новые детские площадки, 13 спортивных площадок. Могу в цифрах немножко ошибаться, но я думаю, что не меньше, чем в прошлом году будет мероприятие проведено в рамках реализации данных программ. Будем надеяться, что да, реализация всех этих программ будет вести к процветанию нашего города. Прежде всего, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Оксана Романовна, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем программы «Лица столицы» была Оксана Чубко, начальник департамента развития экономического потенциала территории и муниципального заказа администрации города Симферополя. А я прощаюсь с вами, всего доброго, встретимся через неделю, до свидания.